Здравствуйте, дорогие коллеги. Как-то сербский историк Дмитрий Джорджич заметил. Балканские страны в 19 веке попытались включиться в Европу, заведя у себя европейские институты. Но то балканское обезьянничье было бы пронизано сильнейшим традиционализмом. Но была ли эта имитационность направлена не вовне, не на показ для иностранцев, а вовнутрь, для самих себя? То есть было ли все это важно для самих болгаро-сербов? Разделяли ли они эти постулируемые европейские ценности? Здесь интересно обратиться не к самим людям, вовлеченным в эту культуру, а к иностранным свидетельствам, в основном косвенному, оставленным прежде всего русскими очевидцами во время Балканских войн. О значении в глубине русского взгляда на Балкан я не единожды говорил. В то же время в обеих странах, именно во время Балканских войн, оказалось учтимое количество корреспондентов, оставивших свои впечатления. И в связи с этим можно рассмотреть хотя бы некоторые базовые наборы этих ценностей. Начнем, например, с демократии. Писатель Василий Иванович Немирович Данченко громко заявлял, «Болгария – конституционное государство, где все равны перед законом». Генерал, в тот момент журналист Евгений Мартынов, писал о Сербии. «Сербия – страна строго демократическая, в ней нет сословий, а имеются лишь равноправные сербские граждане». И юрист-социолог Максим Ковалевский также утверждал, что черногорское, сербское, болгарское общество были столь демократичны, что при устройстве их начал к конституционной монархии не нашлось элементов для образования в Верхней Палаты. И все отмечали равенство в обеих странах. Демократизм, доступность правителей, чиновников и так далее. Но было ли это равенство гражданам? Нет, это все-таки было равенство общины. Журналист Вольский писал относительно сербов, но это можно экстраполировать на болгар. «Личность не успела еще выделиться из коллектива экономического развития, не успела еще вырыть психологической пропасти между управляющими и управляемыми. Сербии же вовсе стремились к формуле «сербский народ – сообщество равных» ради сохранения единства народного духа». По словам отечественного историка Андрея Леонидовича Шемякина, крестьянский взгляд на политику оставался сугубо патриархальным. Государство, сербский селяк, по-прежнему воспринимал как одну большую задруху. И монарх в этой ситуации еще оказывался к тому же из своих, из автохтонных. Вдобавок, перманентный кризис монархизма, по тому же Шемякину, не позволял саму престол обрести сакральность. И в итоге, когда речь заходила о Сербии, все внимание пресса стриотачилось на фигуре не короля, а премьера, хотя по конституции все было, конечно, наоборот. В Болгарии же, избавившись от Систильного Стамболова, царь Фердинанд умело тасовал политические фигуры, оставаясь над схваткой. Тут был абсолютно прав, видевший все это воочию Левдовича Штроцкий, говоривший, что все решала партия неопределившихся, голосовавшая уже за назначенную политическую силу, тем самым ее легализуя. Сама же августейшая особа при этом выглядела мудрым арбитром, сменяющим свои длани проворовавшихся или дискредитировавшихся себя политиков. Он умудрялся даже ссорить собственных генералов во время войны, вынуждая их обращаться за решением многих вопросов к нему через голову вышестоящих начальников, тем самым оставаясь важной узловой точкой всей политической и во время войны военной системы. И все, даже сторонние наблюдатели, поэтому видели именно в нем центр силы, в отличие от всех. И полуторапартийная демократия в Сербии, дирижируемым монархом в Болгарии, не смущали население. Несмотря на всю любовь к политиканству, которую отмечали все путешественники, как начиная с 19 века, так и во время межвоенного периода, это не было препятствием для них, для гордости за свою политическую систему. В Сербии, как утверждал Номирович Данченко, все сплотилось вокруг этого государственного человека, то есть Пашеча. С этим соглашался тот же Троцкий. О прозорливости Пашеча и особенно о его хитрости сложились уже целые циклы легенд. Ненависть к нему постепенно притупилась, даже в самых заклятых врагах. Он приучил к себе всех, заставил понять и признать свою необходимость. А в Болгарии после балканских войн Фрединанд, после оставки русофильского правительства, назначил Германа Фильская и всю ненависть и недовольство от поражения канализировал на Россию, ее поклонников в стране. Потом тот же самый он пытался провернуть уже во время Первой мировой войны, но времени и ситуации уже были, конечно, иными. Также хвастались уровнем образования, который постулировался как еще одна ценность, как некоторый важный атрибут европейскости. «Не Манлихеры и Крызо победили Маузеров и Крупов, и не Петербургской военной академии Берлинскую. Давид швырнул в Голиафа не камнем, а книгой», – писал Немирович Данченко. Он приводил фермер Тырновский округ Болгарии, где осталось лишь 2% неграмотных. И слова министра образования Тодорова «Еще немного, и в Болгарии не будет ни одного грамотного». Другой журналист Николай Мамонтов утверждал, что высокая степень культурности Болгар довела показатели грамотности среди призывных до 95%. О Сербии в этом плане говорилось меньше, но весьма пристрастный Мартынов считал, что там новобранцы приходят на службы уже грамотными, так как все дети с 6-7 лет обязательно определяются в народные школы, где они должны пройти курс по крайней мере 4 класса. Это прямо следовало из буквы закона. Однако вряд ли корреспонденты просили солдат что-нибудь прочесть, написать, довольствовавшись лишь официальной статистикой, отражающей лишь количество закончивших школу. При этом известно, что значительная доля населения Сербии становилась вторично неграмотной, теряя навыки чтения и письма, поскольку не сталкиваясь с ними в своей жизни. И, как убедительно показал тот же Шемякин в статье 2007 года, сербский крестьянин и не видел смысла в том образовании, которое ему предлагалось. Оно не давало практических навыков в его труде и оставалось для него абстрактным. Хотя, надо отметить, в Болгарии было несколько иное отношение, которое, согласно планам руководства страны, образование должно было стать локомотивом развития. И еще в середине XIX века русский очевидец отмечал, что грамотные в болгарской деревне вторые по уважению после богатых. Коственным свидетельством доли имеющих стать Болгария является состояние полиграфической печати. В XIII году в стране насчитывалась 181 типография, при этом 4 пятых из них были разбросаны по стране и представляли собой мелкие предприятия. Подобная дисперсность распространения типографии свидетельствует о запросе на актуальную информацию с региональной компонентой, что, в свою очередь, говорит о широком распространении грамотности. Здесь разница заключается в том, как народы прожили XIX века. Сербы путем вооруженного восстания получили еще в начале столетия свободу, де-факто собственное государство со всеми вытекающими возможностями. Болгария же, находившаяся в рамках Османской империи, долгие годы создавала систему читалищ. Современники за счет пожертвований отправлялись на обучение за границу. Прозвище учителя Доскал являлось очень почетным. И в рамках Османской империи образование это был едва ли не единственный социальный лифт, поскольку ни политика, ни армия, ни наука с искусством рая доступны не были. Интересный другой, более визуальный и более очевидный фактор европейскости – это столицы, которые служили как бы вывесками всей страны. «Белград русским учреждам казался похожим на губернский город средней руки, где лишь две дороги хорошие, составляющие одна продолжение другой». Писатель Евгений Чириков видел в этом родные черты. «Грязища, как в Лаишевы. Переходим площадь, ноги тонут по щиколотку в жидкости, под которой нога чувствует подтопленный камень. А я доволен, словно приехал в какие-то родные Палестины». Значительно отличалась от Белграда София. Как отмечал Троцкий, контраст между захолустным невымощенным грязным Белградом и чисто на немецкий лад с высокими зданиями Софии, разителен. Перефразировав его, можно сказать также, что железнодорожная лента тянулась преимущественно в восточном направлении, но относительно городской культуры корреспонденты двигались на запад. Неверой Жданченко восхищался, что недавняя чуть ли не деревня турецкая приняла, развернувшись чудесными домами, прекрасными улицами и памятниками, со сказочной быстротой вырастающая столица молодого королевства. Но за этим фасадом крылись совершенно азиатские окраины, и большинство болгарских городов казались молодыми, что говорило о том, что кардинальные перемены наступили лишь после обретения независимости. Это, в свою очередь, конечно, приводило к сочетанию в пейзажах нового европейского и старого турецкого. Но почему же Белград, который оказался в условиях независимости намного ранее, не стал образцовой столицей? А сербы попросту не ставили этот вопрос в голову угла. Постоянное ожидание войны северной соседки на границе, с которой расположен Белград, приводило к ощущению, что его обустройство окажется пустой тратой средств. Это точно отметил посетивший Белград в 2010 году Вергун. Странная участь славянских столиц на Балканах. Белград – это точно жених, ожидающий наследие американского дядюшки. В Софии – невеста, хлопотящая о приданном. В Софии везде следы строительной горячки. Не то в Белграде. Какая-то лень, сонливость, беспечность на неумолимом солнцепёге. Говорят, город этот сделал теперь заём в 60 миллионов для приведения себя в культурный вид, но работать что-то не спорится. Да и неудивительно, какое возможно переустройство, когда с другого берега Дуная и землинской гавани неумолимыми соглядатами торчат с шести австро-венгерских мониторов медные жерла круповских орудий. Да, в такой установке, естественно, не только Белград, и даже Париж развиваться не может. И, покуда не решится так или иначе сербский вопрос, Белграду не догнать прихорачивающейся невесты Софии. В 2014 году, оказавшийся в сербской столице Комаров, зафиксировал – Белград делает заём в 40 миллионов франков, из которых 20 предназначено постройку общественных зданий. Но многие находят, что для Белграда этот расход чрезмерный, что украшает город хорошо, но что пушки, пожалуй, надёжнее. Как справедливо отмечал уже не единственно упомянутый Андрей Ильич Шемякин, в Сербии в то время, вместо естественно поступательного развития, всплески отчаянного напряжения относительно мирной паузы, не заполненной неорганичной работой, а ожиданием того, ради чего сербские дети не воспитывались отнюдь не в добродетелях чешских бюргеров с их малыми делами и пианино в каждом втором доме. И внешний вид Белграда – тому подтверждение. И тут послевоенные слова курьера генерала Врангеля Каменского, который в начале 20-х годов посетил Белград, говорят о подтверждении этого тезиса. Всё же чувствовалось во всём стремлении поднять вид столицы до уровня других европейских городов. По городу уже бегали новые чистые трамваи. Наряду с одноэтажными и невздрачными домами начали строиться многоэтажные со всеми удобствами. Болгарию, конечно, в этом плане было несравнимо легче. Крупные города находились на некотором удалении от границ. Столица была ближе к Македонии, а вероятное мощное наступление турки могли организовать лишь во Фракии. К тому же царь Фердинанд хотел создать вокруг себя уголочки Европы. Здесь его честолюбие играло прогрессивную роль. На войне оба народа проявили полное пренебрежение к такой европейской ценности, как человеческая жизнь, организовав медицинскую службу ужасным образом. Важнее иметь армию, хорошо вооружённую и снабжённую боевыми припасами, чем лазаретами и госпиталями, говорили болгары и русскому добровольцу. В обеих армиях все силы были нацелены на достижение конечной цели. При этом пренебрежение к жизни проявлялось не только по отношению к своим товарищам, но и к своей собственной. Раненые зачастую просили своих сослуживцев не выносить их с поля боя, а продолжать атаку. А для чего всё это делалось? Ради той самой национальной идеи. В Сербии к этому моменту дело Агема оформилось чётко. В основе её лежал кофсовский миф удушенного царства. Слова сербского офицера Троцкому свидетельствуют также об этом. Солдаты желали скорее достигнуть Бакарного гувна, где находилась граница средневекового государства. Солдаты твёрдо решили, что как мы дойдём до гувна, тут и работе наш и конец. Воинственность пронизывала всё сербское общество. И как писал Мартынов, если у русской интеллигенции в моде были пацифизм и космополитизм, то в Сербии наиболее выдающиеся образованные люди являются самыми ярыми националистами, настроенными особенно воинствами. Ещё в XIX веке находившийся в Сербии Равинский отмечал, что отцы заставляют в своих чат выучивать в качестве катехизиса историю падения сербского царства на косовом поле. Как отмечает течественный историк Белов, базовая идеологическая модель этого сложилась на протяжении XIX века и стояла двух компонентов. Косовская легенда, сочетающая мотивы жертвы и воздаяния, гибели и воскрешения. Её образа восстания 1814-1815 годов, как сербского реванша, пролога к восстановлению средневекового царства. Итогом такого воспитания стало то, что в 1912 году солдаты, освобождавшие Приччину, падали на легендарную землю и целовали её. В Болгарии с идеей было хуже. В стране, где правящие круги непременно фантазировали поводом македонского вопроса Сан-Стефанской Болгарии, писал отечественный исследователь Леонид Петровна Гришина, отсутствовала практическая государственная программа по национальным вопросам. И в этом, как считает болгарский историк Олдаров, состоит трагедия болгарского национально-освободительного движения в отсутствии единой, ясной, определенной политической программы и стратегии. И журналисты со слов солдат, офицеров, не от публицистов или политиков, не слышали сакральные словосочетания Сан-Стефанской, Болгарии и так далее. Речь шла о двух понятиях – македонии и соплеменниках, македонских братьях по ту сторону Рилы и Радок. И эти понятия не имели никакой четкой дефиниции – карты с очерченными границами. Как видим, в общественных идеалах двух интересующих нас народу существовала значительная разница. В Болгарии все же стремились к западным образцам, а в Сербии перманентно поддерживалась воинственность. По праздникам салютовали боевыми патронами, что удивлялось секретаря русской миссии Василия Николаевича Штранмана. Ему разъяснили, что это символизировало бодрость сербского народа, всегда готова защититься от врагов. Там постоянно готовились к вооруженному столкновению, даже после двух кровопролитных войн корреспонденты фиксировали. Я говорил со многими сербами, и все они смотрят на войну с Австрией, как на следующую очередную задачу сербской политики. Эти настроения вечного существования народа в пограничной зоне приводили к формированию человека вечной войны по определению раввинского, жизнь по принципу передышки между войнами. В итоге получалось, что на востоке Балкан считали сначала развитие, а затем объединение, а на западе сначала объединение, а затем развитие. Прекрасное подтверждение тому вид Софии Белграда, в котором, как говорили тому же самому странному сербам, незачем отстраивать там большие дома, поскольку рано или поздно они подверждаются разрушению. Но в чем вогнала Сербия Болгария, так это бесспорно формировали национальные идеи. Последние так и не смогли сформулировать, привить население. Однако далеко не факт, что это есть хорошо. Еще в 19 веке в Сербии Кулаковский в письме Аполлону Майкову подчеркивал, «Царство душно, не дает сербам спать», недавно где-то я читал, это правда. Не было бы вредно, если бы этим историческим воспоминаниям сербы поддерживали свой дух. Но беда-то в том, что это историческое воспоминание заставляет их разыгрывать роли неподходящие, заставляет больше мечтать и меньше делать. И с этим связано положение тех европейских ценностей, что постулируется для иностранных наблюдателей, и самовнушение в европейскости. Демократия оказалась своеобразным, таким с балканским акцентом. Отношение к образованию в Болгарии было единым и для руководства страны и населения в Сербии, же различным, даже противоположным. И модерное понимание лишь навязывалось, а сербский селяк противостоял ему. И даже весь визуальный фасад стран столицы демонстрировали иерархию ценностей. Сербий жил ради объединения великой миссии. Болгарин же жил здесь и сейчас, оставляясь сугубо практичным и расчетливым. Но когда, правда, пришлось идти сражаться за страну, Болгарин, как и серб, сделал это с присущим и трудолюбим. Правда, в отличие от своего западного соседа, не так четко представлял себе алтарь, на который кладет свою жизнь. Спасибо за внимание. Благодарим, Никита Сергеевич. Вопросы, коллеги, замечания? Ну, вот у меня есть одно замечание. Насколько я знаю, национально-освободительная борьба в долгах прошла несколько этапов в своем развитии. И уже к периоду освобождения, в 1878 году, в 70-х годах, там работала профессиональная, хорошо организованная организация, простите за токологию. Были национальные герои, которые являются героями Болга до сих пор. Христо Ботев, Юрий Ракуфский, Василу Векский. И другое дело, что вот апрельское восстание потерпело поражение, но все-таки оно внесло свой значительный вклад в освобождение болгар. И, конечно, велика роль русских войск в том, что болгары получили, наконец, освобождение от турецкого игора. Так, в чем, Никита, ваш вопрос? Этот был комментарий, это мой, вы тоже хотели. Это было замечание. Замечание, я тут неизвестно, что вам подчеркну, что все названные вами герои, все эти БРЦК, БРЦК, которые они создают, это все 60-е и 70-е годы. Первая половина 19 века болгары занимаются саморазвитием. И даже это вызывало некоторую отрубить у русских войск, которые приходили туда, которые во время Крымской войны пытались наладить с ними какое-то боевое взаимодействие болгарным. Не устраивали того, что устраивали сербы или черногорцы. Черногорцы вообще с 1711 года что-то там пытались, по крайней мере, изображать болгары, занимались целенаправленно собственным развитием. Вся вот эта, недонародные будители, которые погибли, были там повешены, либо там, как Ботев в боях погибли, они все это уже конец этого национального развития. Так что национально-освободительная борьба болгар в первых половина 19 века, на мой взгляд, не существует. Это национально-возродительный процесс. Ну, это в любой стране есть. Тут прекрасно все это угрохало, жить, по крайней мере, на Балканах это все укладывается. А вот помогали русские в организации медицинской службы, в частности, скажи, что полка была организована во время войны в Балканске? Ну, сейчас, во время Балканской войны, там было, сейчас, по-моему, 6 лазаретов, то ли 11, то ли 14 полевых отрядов, которые вывозили, они были потом награждены. И порядка 300 вообще было добровольцев русского Красного Христа. Об этом есть и про Сербию книжка, про Болгарию статьи. Русские помогали? Да. Русские помогали? Я говорю, вот, это порядка 300 русских из Красного Христа, да. Был склад в Софии устроен, в котором медицинские это все поступало. 6 больниц и, вот, порядка 10 этапных перевозок. Доктор Гентила одной из знаменитых знаменитых. Есть ли еще вопросы к Никителю Тебеевичу? Я попрошу, не запомнила, цитату о невесте. Вы сказали, что София была как красивая невеста. Мне очень было интересно этот цитат, если можно сказать, кто источник этот цитат? Это Дмитрий Вергун, а источник – это третий том сборника «Москва, Сербия, Белград, Россия». Спасибо. Можно мне вот такой вопрос, чтобы уточнить. А чем же вызвано такое стремление к образованию в Болгарии? И почему сербы не столь стремились быть образованы? Могли бы вы как-то ввести такой? Я же говорю, то, что в XIX веке сербы создали свое государство. У них есть возможность, для любого человека были возможности любые, социальных лифтов, которые дает государство. Это и политика, и торговля, и так далее. Болгары оставались в рамках Османской империи. И создать, собственно, армию, в которой может служить социальным лифтом, они не могли создать собственную какую-то систему высшего образования науки. Они тоже могли, поскольку оставались в рамках Османской империи, в которой они являлись сотниками, как кто-нибудь, второсортными людьми, раи и будучи. И у них оставалась вот система народного образования. И еще, собственно, с XVIII века, когда Паисий Хилендарский начинал проявляться с возродительной, говорил о том, что вспоминайте о том, кто вы, возрождаетесь, учитесь. Это вот так, что пафос еще идет с первых будителей, где в XVIII веке... То есть вы подтверждаете точку зрения, что Османская империя оказала влияние? Нахождение в рамках Османской империи. Скорее, невозможности, которые давала Османская империя, чем возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok